Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодняшняя тема будет касаться гадалок, ворожбы и всего остального. То, что сейчас имеет место быть. Идут рождественские праздники, наступает Новый год, дальше православное Рождество. И ни для кого не секрет, что это время, особенное время, когда большое количество людей предаются вот этим вещам. Я могу вам сказать, мне поступил вопрос, девушка мне написала, спросила, как я к этому отношусь. Я однозначно ответила ей, как я отношусь, что это мерзость. Я никогда этим не занимаюсь, мне это все противно. У меня вообще сразу же состояние моего духа настолько бунтует внутри меня. Мне становится всегда плохо, когда я вижу эти вещи, либо я читаю про это, либо я что-то где-то увидела в каком-то фильме. Может быть, какой-то фрагмент я сразу же ухожу оттуда, перелистываю, убегаю, перематываю. То есть я не смотрю эти вещи, даже это меня коробит, потому что я человек верующий. И я прекрасно знаю, что Господь нам заповедал. Для Него это ужасно. И Он однозначно говорит, я вам сейчас процитирую, почему я не должна слушать Его. Я хочу его слушать, и мне, это пока тут немножко сильно горячий чай, но хорошо погреться. Я хочу прочитать вам. Может быть, кто-то поспорит в том плане, что вот в основном эти запреты, второзаконие, книга левитов, то есть все это описано-написано в Ветхом Завете. Дескать, ну мы же сейчас живем по Новому Завету, но, во-первых, нельзя вообще сбрасывать со счетов ни одну букву священного Писания. Букву даже ни одну. Зак припинания никакой нельзя сбрасывать со счетов. Но однозначно написано и в последней главе книги Откровение, а это Новый Завет. Ну я просто слышала такое, я почему коснулась этого, я слышала мнение такое, есть. Так вот я вам сейчас... Ой, я очки не взяла. Ой, ну я попытаюсь, сейчас я книгу открою. Итак, Левитов, глава 20. У меня вся Библия вот и изрисована, подчеркнута, подписана. То есть я всегда свободна и легко могу найти. В двух-трех страницах разве что. Вон 20 глава. Шестой стих. Нет, я пойду очки возьму, простите. Сейчас я... В 20 глава. Даже об амнистии написано в Писании. Праздник, амнистия, свечи. Я на полях себе пишу, чтобы мне вот так, когда я... Наказание. Итак, 20 глава. Стих шестой. И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лице моё на ту душу и истреблю её из народа её. Ну, куда ещё больше. Истреблю и всё. Он создал всё. Имеет право. Он создатель. Мне не понравился там этот самый куличик, там что-то форма. Я его смяла и начинаю заново лепить. Я создаю этот куличик. И по моей воле я буду либо там его печь, либо я его заново буду лепить или ещё что-то. Или художник картину написал, ему не понравилось. Всё. Вот так он зачеркнул, порвал, выкинул. А потом начал заново всё творить. А уж тем более Господь Бог. Он всё сотворил. И небо, и землю, и нас с вами. Имеет право. Кто ему запретит. Откровение, 22 глава, это уже Новый Завет, 14-16 стихи. Что написано здесь? Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я не буду сейчас останавливаться подробно, что значит войти воротами, что значит вне. Но, может быть, вы поймёте. И так. Но здесь, понимаете, книга богодухновенная. Её просто так, как любую другую литературу, роман, рассказ, её не понять. Даже и художественная литература имеет подтексты, а уж священное писание, то, извините, здесь нужно промаливать каждое слово, каждую главу, чтобы понять. Сказать, что я всё понимаю. Нет, нет, что вы. Я каждый раз тоже спрашиваю Бога и молю Его, чтобы Он открыл мне глаза, как написано в Писании, снял это покрывало и открыл мне, в конце концов, глаза на то, что я вижу, но я не видела до сих пор. Вы понимаете? Вот смотришь, но не видишь. Слышишь, но не слышишь. Имеем слух, имеем дар видеть, но ничего не видим и ничего не слышим, к сожалению. И поэтому для меня очень важно. Гадать нельзя. Это мерзость, это гадость. Зачем? Вот объясните мне, зачем ходить к гадалкам? Ну зачем? Зачем вторгаться в то, куда нам не нужно вторгаться? Ведь если у вас, допустим, заболел зуб, вы же пойдёте к стоматологу, вы же не пойдёте к кушевр-гинекологу. Если у вас какая-то боль, душевная боль, если вы переживаете что-то сейчас, какие-то сложности, трудности, именно вот такого характера в семье, в себе лично, с детьми или ещё где-то, но вы идите к Богу. Куш, кто лучше-то вам поможет, как тот, кто создал вас? Кто всё знает? Ведь он знает всё абсолютно, что с вами происходит. Даже близким вы не открываетесь. А Богу ушли, помолились, рассказали ему всё. Да он и так знает всё, но ему надо, чтобы вы ему рассказали вслух. Это то же самое, что, смотрите, о, сейчас я вам аналогию какую проведу. У всех у нас есть отец, Бог. У нас есть плотские родители, биологические родители. И у кого их нет, у них Бог ребёнку без отца отец. И вот смотрите, вот семья, мама, папа. У ребёнка что-то случилось, у него проблема какая-то. И он к вам не подходит, не рассказывает. Он не делится с вами. Он вам ничего не рассказывает. А побежал к какой-то посторонней тёте. Вам это как? Вам это приятно, что он куда-то побежал? А вы ничего не знаете. То есть вы не расположили так себе ребёнка, и ребёнок не хочет открываться вам. Он куда-то побежал. Как это важно, чтобы в семье были такие отношения, чтобы откровенно мог ребёнок, девушка, молодой человек, просто там школьник, поделиться с вами, открыться вам. Ведь в вашем лице он видит самого первого, самого близкого друга. А когда мы, почему Иисуса крестили, ему было 30 лет, он получал крещение. Мы получаем крещение, когда уже понимаем, когда мы можем рассуждать, когда у нас уже так построено всё. Я не хочу сказать, что ребёнок не может искренне покаяться и прийти к Богу. Может. Но всё равно как-то, понимаете, вот этот период, вот эта возрастная ступенечка, она как-то, ну мне так кажется, что она что-то, прямо вот человек дорастает, что ли, до этого понимания. До того, чтобы прийти к Богу, раскаяться, отдать ему свою жизнь, чтобы он вошёл в вашу жизнь и был с вами. Я не представляю, какой-то посторонней тётке прийти и всё рассказать. Всё по одному, но ведь она начинает там вытягивать, там туда-сюда всё. Говорит, ты мне всё рассказывай, там я тебе сейчас. Понаберёт, понимаете, понаберёт этих свечей, икон поставить, там ладан, чтобы, значит, нечистую отгонять, начинать там этот театр, цирк устраивать. Вы поймите, что как бы то ни было, даже если у неё благие намерения, вот даже если у неё благие намерения, она всё равно не имеет права этого делать. Это беззаконие, это мерзость перед Богом. Вот мерзко это всё. Вот какая бы это... Ой, что-то я прям... Смотрите, я мерзко, и у меня даже свечи погасли. Видите, что творится. Но это я от этого, от такого вот своего возмущения вот в духе восстала, и у меня даже свечи потухли. Так вот, туда мы идём, я нет. Упаси меня Господь. Да у меня никогда дороги туда не будет. Мне ноги туда не понесут никогда. Мне не надо. Я всегда всё рассказываю Богу. Всё Ему рассказываю. Сейчас сидела, ревела, у меня глаза заплаканы. Господи, как я Его благодарила, вы понимаете? Как я Его благодарила. Сейчас и плакала. Всё там посмотрела. Небольшой фрагмент фильма. Я вам ссылку потом сброшу там под видео. Посмотрите его. Какой фильм? Я не знаю, чем там. Я совсем чуть-чуть его посмотрела. Потом думала, нет, надо пойти, сесть и рассказать, поделиться своим мнением по поводу этих гаданий, это всё, эти духи вызывать, этих мёртвых трогать. Ну, какое мы право имеем вообще туда лезть? Ну, не наше это, вы понимаете? Ну, вообще, табу. Ну, табу. Нельзя. Вот нельзя и всё. Мы, конечно, много чего делаем, чего нельзя. Но это, вот слово, понимаете, мерзость перед Богом. Значит, где-то мы что-то бегаем, что-то всё рассказываем, всё подноготное выливаем, ещё и деньги платим. Вы можете сейчас мне возразить, что есть хорошие, я была у хорошей бабушки, она мне там то, другое, она и денег не взяла, значит, там натуральным продуктом берёт и так далее, и так далее, всё это. Есть ведуньи, есть знахарки, которые лечат травами. И они, понимаете, не прикрываются именем Бога, они благодарят, они помолятся, они вам могут действительно дать какую-то там, не знаю, действительно траву там, заварить, чтобы полечить вас и так далее, и так далее. Но ведь написано в Священном Писании, что все, кому даёт Бог дар исцеления, даром получили этот дар, даром давайте. Вот встаньте на этот стих, всей своей, понимаете, всей своей плотью, ногами всё плотно. И если, и если человек за это берёт деньги, даже если натуральный продукт, вы да тратите на это деньги, это не от Бога. Вы мне хоть что говорите. Это не от Бога. А если вам оказывают помощь, вас исцеляют, вам там что-то вправляют, вам там что-то втирают, там, я не знаю, что даст, а ты иди с миром. Но у нас, я не знаю, я не сталкивалась с этим, понимаете. Я не сталкивалась. Никому не ходила, ничего, не это сам, никуда не ездила, не вправляли, ничего. Я молюсь всегда. Я всё время с Богом, я всё время с Ним в тесной связи. И плохо себя веду, и наказывает он меня, и ругает он меня. Но чтобы гадать, чтобы там все эти валенки там бросают суженые, ряженые, вроде бы как и безобидно, понимаете, вроде бы и безобидно. И это тоже, но это всё ерунда. Ерунда. Жить нужно, жить нужно хорошо, понимаете, вот правильно, добро жить. Читать писание, изучать писание. Родители, родители, почему дети, почему, а всё, наверное, да, вы потухли, вы уже всё, а, ну вот, вы уже своё исчерпали. Дети, родителям, не открываются, не делятся, ничего не говорят. А потом, понимаете, всё это, это всё не проходит просто так. Вам кажется, это, ну, какой-то безделицей. Да подумаешь, все гадают, там, на Рождество, на Новый год. Ну, я посижу, погадаю, что там меня убудет, что ли. Все слова, все дела, все наши поступки идут за нами. И ничего бесследно не проходит. какая была фраза, сейчас сказана в фильме, вот два пожилых человека, какая фраза он говорит ей, мы с тобой так хорошо постараемся жить, чтобы Бог, глядя на нас, продлил нам ещё время для жизни. Потрясающе. Бог может продлить время, а может укоротить так, что двое вместе легли в постель, а утром одного нет. Ой, всё это тяжко. Я просто хочу, чтобы вы подумали об этом. Не гадайте, не выражите, не ходите никому, никаким магом. Вы можете сейчас возразить, допустим, что а как же волхвы, которые пришли поклониться Иисусу, когда он родился в Рождество. Ведь волхвы, это же непростые люди. Я не буду сейчас называть это слово, нет, потому что волхвы можно перевести и как цари с Востока, цари, и как мудрецы. Понимаете, вот два уже вам перевода. Почему мы обязательно садимся на перевод, что они маги и чародеи? Что, так удобнее, что ли, сказать? А как же волхвы? Волхвы пошли поклониться, они цари, они взяли дары, и они пошли поклониться царю. А что, цари друг к другу не ездили, что ли, не кланялись еще? Как? Родился царь, родился Господь, и они пошли именно поклониться царю, а не мудрецы. Я не хочу называть это слово маги и чародеи. А спорьте со мной, напишите, может быть, вы больше меня знаете, может быть, вы там как-то что-то. Но это вот написано у Матфея один раз. И все. И все. Вот он так написал, вот он назвал это слово, и наверняка он имел в виду именно, вот в его понимании был перевод, перевод это цари и мудрецы. Цари и мудрецы. Но никак не вот то, что мы теперь, понимаете, переводим вот это все и начинаем сваливать. Ну иисусу даже пришли поклониться маги, чародеи, волхвы. А почему бы нам, значит, все, типа, там такое противоречие? Все-то мы копаемся, все-то мы что-то вот это вот все копаемся и копаемся. Я не знаю. Сказано не гадать. Все. И гадать не будем. Мерзость это перед Богом. Мерзость. Я никому не пускаю. Мне никто не нужен. Никто не нужен. Я прежде, чем дверь открыть, я на сто рядов проверю и успокоюсь. Кто же там мне стучит? Нужен мне этот человек? Не нужен мне этот человек. А вы к каким-то посторонним гадалкам ходите, совершенно посторонним людям. Сами душу открываете! Сами все это выливаете! Вы только подумайте! Вы только подумайте! Вы попробуйте излить душу Богу! Одна в комнате. Уж я ему столько изливала. Изливаю. Я ему все рассказываю. Он так все знает. Вот так зажгу свечку, сяду и говорю, да, я твоя такая нерадивая дочка. Сегодня это сделала не так, это сделала не так, а это вообще не сделала. А должна была. Дурочку проваляла, значит, там еще куда-то меня увело. То есть, ну, как бы, от пути истинного. Надо было вот это сделать, это, это, это. Я не сделала. Но иногда бывает так, что это и, как это, ну, надо было вот именно вот так сделать. Как бы свернула, шла по дороге, свернула. Ну, надо было свернуть. Потому что потом как бы убеждаюсь. Но все равно. Понимаете, вот запланировала, сказала, лучше не говорить, что вот это сделала, это сделала. Что-то не сделала. И вот начинаю каяться. Говорю, Господь, ты меня прости, что я вот так и так я не то сделала. Ой, сколько я делаю не так. Да все мы делаем не так. У меня во, во у меня грехов и всего подряд. Всего подряд. Но зачем я буду еще усугублять вот этими гаданиями. Потому что если то, что я знаю четко, уже знаю я. Понимаете, есть преднамеренный грех, есть непреднамеренный грех. Ну, допустим, не знал человек вообще, что это гадость и мерзость. И что нельзя. И что не войдете вы воротами, понимаете, к Богу. Не войдете. Будем как псы за воротами. Все, кто вот этими всеми вещами занимались. Все эти битвы экстрасенсов. Это вообще такая туфта. И люди еще, значит, во что-то там верят. Нет, чтобы поверить в Создателя. Тот, кто все сотворил. Причем сотворил это потрясающе. Без изъянов все сотворено, понимаете. А мы, значит, смотрим эту лабудень, которую постановочно все сделали. Все сценарно написано, актеры подобраны, все, и мы смотрим. И вот эту вот дрянь мы верим. Не понимаю. Не понимаю. Может быть, не пришло ваше время, понимаете, познать Бога, узнать Его. Потому что здоровый человек к врачу не идет. Ему врач не нужен, если он здоров. К Богу мы начинаем бежать тогда, когда мы дорога привела в тупик. И мы не знаем, куда дальше идти. Все. тупиковая совершенно ситуация. Тогда мы поднимаем глаза, тогда мы начинаем молиться, тогда мы начинаем умолять, просить, каяться, и так далее, и так далее. И Бог рад этому. Он рад, что мы с вами имеем силу все-таки покаяться. Пусть даже в такой ситуации. Пусть даже так. Я вам всем желаю добра, счастья. Будьте благословлены. Не гадайте, не выражите, не ходите никому. У вас есть тот, кто всегда во время дня и ночи, в любое мгновение с вами. Он всегда с вами. Он у вас и он с вами. Обращайтесь к нему, рассказывайте все ему. Он всегда вам поможет. Господь, Бог, это потрясающе совершенно. И тот, кто никогда еще с ним не жил, может не поймет меня вот так. А тот, кто живет с Богом, тот меня прекрасно понимает. Каково это, когда ты живешь под такой защитой, под такой исцеляющей рукой. А то, что болеем, все болеют. И Бог дает это время болезни. Потому что, согласно Писанию, самое лучшее время для человека это в горе и болезни. Парадокс. Я уже говорила, всегда говорю и повторю, повторение, мать, учение. Парадокс. Но только в этом мире парадокс. С точки зрения духовной это все правильно. Ибо когда мы заболеваем, когда мы лежим, когда мы не можем ничего, уже не пошевелиться, ничего туда-сюда, мы действительно бросаем все мирское и начинаем бежать, начинаем бежать к Богу, начинаем просить прощения, начинаем думать, 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 где я не туда пошла, что я не так сделала, для чего мне дано это время. И находим, находим, находим причины того, что с нами произошло. И Бог исцеляет нас, исцеляет. Проходит время, Он исцеляет нас. Потом говорит, иди, будь здоров, иди, подумай, и не повторяй больше своих ошибок. какое счастье, что у нас есть возможность просить прощения и получать это прощение. И сколько бы раз мы не просили, Господь нас всегда прощает. Но то, что мы знаем, то, что безобразно, мерзко и гадко в Его очах, не делайте этого, не усугубляйте и без того нашу сложную жизнь. Всех вам благ, всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok